Система ниппеля. Вот здесь вот всякие штучки, вот есть, да, треугольнички, вот эти вот, их нужно совмещать друг с другом. День, когда в ее квартиру постучали продавцы чудо-техники, Татьяна Трачихина помнит до мелочей. Молодой парень прошел, пропылесосил ковры и диваны, а под финал уборки предложил купить агрегат за 100 тысяч рублей. Женщина отказалась, но находчивого продавца это не остановило. Молодой человек, который принес этот пылесос, он сказал, что вот если мы съездим с вами в офис, то мне дадут, как это, координатор, у них там координаторы, да, он мне разрешит поездку там на стажировку в Москву. Я думала, мы просто съездим туда, я не собиралась я его покупать. В офисе потенциальную покупательницу взяли в оборот. О достоинствах техники рассказывали уже втроем. В итоге Татьяна и сама не поняла, как подписала документы на кредит. Причем ежемесячная плата по нему оказалась больше, чем получка преподавателя ПТУ. Мне кажется, это вот какое-то нейро, как называется правильно, программирование вот это. Потому что, я говорю, как зомби там, вот честное слово, я вышла, потом я не понимала, что я сделала. И потом, когда вот Ленка уже приехала сюда, сестра моя, я просто рыдала сидела здесь от того, что я натворила. Потом был второй поход в офис, но продавцы отказались забрать технику. Пояснили, что договоры подписаны, агрегат исправен. Учительница обратилась в суд. Такие процессы, по словам адвоката истиции, в России и области обычное дело. И чаще всего Фемида встает на сторону продавцов. В случае с Челябинкой все оказалось иначе. Упор был сделан на то, что сделка купли-продажи по своим доверителям была заключена путем введения ее в заблуждение. Фактически мой доверитель обладает зрением, скажем так, очень плохим, близким фактически к нулю. Поэтому даже не мог ознакомиться с условиями договора, которые он подписывал. Татьяна не может разглядеть даже верхнюю строчку в таблице окулиста. Собрать воедино детали пылесоса ей тоже не под силу. На суде эту информацию подтвердил и врач-офтальмолог. Эти показания и стали решающими. Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Истец обязан по первому требованию компании вернуть товар. В свою очередь с ответчиков пользуется взыскана сумма оплаты, подлежащая уплате за товар, компенсация морального вреда, судебные расходы, понесенные истцом при рассмотрении дела. Кроме того, с ответчиков взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. За моральный ущерб Татьяне выплатят тысячу рублей. Эта сумма не покроет банковских штрафов. За прошедшие с момента покупки полгода учительница не смогла ни разу заплатить за навязанный ей кредит. Но главное, признается педагог, что пылесос все-таки заберут. В ее небольшой комнате он занимает очень много места. Продолжение следует...